Скажи, вот можно ли изменить физическое здоровье, не заглядывая в психику? Просто, например, травами, или там гомеопатией, или лекарственными препаратами, или вот взять и снаружи изменить основу заболевания и убрать заболевание целиком, особенно хроническое какое-то. Ну, я начну с такого официального источника. На Международной конвенции психологов и психотерапевтов был принят постулат о том, что все болезни, которые есть у человека на физическом уровне, на психоэмоциональном, психиатрии и все остальное, это способ человека адаптироваться. Это говорит о том, что через болезнь, в этой болезни есть выгоды. Есть первичные выгоды, есть вторичные выгоды. Мы активно ходим, лечимся, и иногда мы действительно избавляемся от этих болезней, но встает вопрос, мы избавились от болезни, мы что-то изменили в своей жизни, мы что-то изменили в своей психике или нет. И если болезнь — это способ адаптироваться, то, безусловно, была когда-то первопричина, когда я был дезадаптирован. Я понимаю, что наша психика достаточно гибка, и наш эпигеном, он тоже как пограничник, мы что-то меняем вовне, и тогда меняется что-то внутри. И наоборот. И тогда возникает вопрос, если я ничего не поменял в своей жизни, и при помощи медикаментов избавился от какой-то болезни, тогда у меня вопрос, травма закрылась? Вряд ли. Вряд ли. И тогда получается, что эта травма найдет искать, пойдет искать другой способ. И, например, в наркологии достаточно известны вещи. Вылечили от алкоголизма, человек подсел на наркотики. Вылечили вроде от этого, он подсел на трудоголизм, и дальше у него опять начинаются какие-то проблемы. Поэтому если мы избавили человека от какой-то болезни, но не убрали первопричины, которые привели непосредственно к этой болезни, то это проявится, либо через какое-то время вернется, либо оно проявится другой болезнью. Возможно, еще более тяжелой, поскольку урок-то первично не выучен. Вот, к сожалению, это так. Поэтому я бы не питала иллюзии в плане того, к сожалению, классическая медицина, вот наша банальная терапия, хирургия, да, чем мешает, обрежем, выкинем и все остальное. Мы не обращаем внимания на первопричины, то, что привело, то, что непосредственно привело к возникновению данного заболевания. И психика в основе. Это вот мое стопроцентное убеждение. Те психологические проблемы, которые мы не смогли решить, оно потихонечку сбрасывается, сбрасывается. У нас есть целые там мусорные контейнеры огромные, они там по этим, по контейнерам разбрасываются, классифицируются по каким-то группам. Вот. И если этот контейнер не вычистен, не вычищен, да, то наше тело начинает отгребать. Оно начинает закрывать те психологические проблемы, которые у нас существуют. И все учебники по психотерапии, они пищерят множеством разных примеров до конкретно психосоматического толка. Вот. И, ну, например, очень показателен конкретный пример. Это действительно достоверный пример. Ребенок 5 лет с какой-то определенной регулярностью попадает в детскую реанимацию с астматическим приступом, статус астматикус. Это достаточно тяжелый приступ астматический, который очень плохо лечится, снимается там огромными дозами гормонов. Вот. И совершенно непонятно, почему вроде бы на ровном месте никаких аллергий. То есть совершенно непонятно, откуда у ребенка возникает этот приступ. И долгое время не могли разобраться, до тех пор, пока включились психологи и выяснили, что приступы ребенка начинаются тогда, когда родители ссорятся. Когда родители ссорятся. У ребенка есть единственный момент, то есть первый раз он возник тогда, когда ссора была очень ярко, родители там дошли до серьезных разбирательств до развода. И бедный ребенок, он одинаково хорошо любит маму и папу, и он не может себя разделить между мамой и папой. Вот. И в этот момент вот что-то тело сделало, и у него возник этот приступ какого-то удушья. И родители бросили ругаться, потому что видели, что ребенку плохо, они стали заниматься этим ребенком. Тело зафиксировало. Психика зафиксировала это. И теперь каждый раз, когда родители ругаются, у ребенка начинается приступ астматический. Вот. И здесь нет физической первопричины к этим болезням. Причина была непосредственно психоэмоциональная. Поэтому ответ на вопрос. Это временное улучшение. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...